сегодня мы открываем выставку это международный выставочный проект пакт рериха история и современность выставка включает 150 экспонатов также хотела сказать что эта выставка еще и посвящена 150-летию со дня рождения николая константиновича рериха семья рериха поставила очень заметный значительный огромный вклад след в истории нашего государства и не только и в мировой истории в целом и на нынешней выставке на той выставке на которой мы сегодня открываем представлен лишь наверное один из моментов 1 из направлений их деятельности но тоже очень значимое важное для для культуры это некие международные гарантии сохранности культурных ценностей пакт рериха пакта сохранности культурных ценностей необходимости обеспечения сохранности культурных ценностей стал одним из там в 30-е годы да он был стал между рот именно стал одним из первых международных актов, в котором эту идею, эту необходимость была озвучена, поставлена как задача. Эта выставка, я считаю, является одним таким маленьким шажочком, наверное, для того, чтобы мы были все с вами едины и понимали о том, что каждый, наверное, элемент, каждый памятник, каждая какая-то культурная ценность, достояние, книга, манускрипт, картина, памятник, они все должны дойти до наших будущих поколений. Пакт Рериха был предложен мировому сообществу накануне Второй мировой войны. Пакт и Знамя мира помогли бы сохранить не только безвозвратно утраченное культурное наследие, но и человеческие жизни. Призыв Рериха к миру, к защите культуры в грозное предвоенное время был услышан далеко не всеми. Страшная трагедия Второй мировой войны, во время которой были уничтожены миллионы людей и разрушены десятки тысяч памятников культуры, подтвердила, насколько необходим был Пакт Рериха. Сегодня, в 21 веке, проблема безвозвратной утраты ценности культуры не стала менее острой. Наша выставка Пакт Рериха истории и современность – это международный выставочный проект Международного центра Рериха при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации, а в Новосибирской области при поддержке Министерства культуры Новосибирской области. Наша выставка оформлена по разделам, и первая часть называется «Вводная», в которой и представлен сам Пакт Рериха – договор об охране художественных, научных учреждений и исторических памятников. Всего восемь статей этого договора. Первая статья говорит о том, что и в мирное и военное время объекты культуры пользуются уважением и покровительством воюющих сторон. Таким же покровительством пользуется и персонал, который работает в этих учреждениях. К принятию Пакта Рериха Николай Константинович выполнил ряд художественных работ. Одна из значимых – Мадонна Рефлама. Что же послужило принятию международного договора? Это путешествие. В начале века, в 1903-1904 году, Николай Константинович вместе с Еленой Ивановной завершили большое паломничество по великим русским городам. Ими было посещено около 40 городов. В результате этой экспедиции была сделана художественная часть этой этюды «Памятники русской старины». Николаем Константиновичем было выполнено ряд этюдов. 60 этюдов было сделано в серии «Памятники русской старины». Здесь вот они показаны, наши древнерусские города, древнерусское зодчество. Вторая картина Николая Константиновича по Пакту Рериха – это «Мадонна-защитница». Здесь у нас материалы архивные. Здесь представлены фотографии разрушенных объектов культуры Франции и Бельгии 1914 года. На этих фотографиях делегаты конференции по принятию Пакта Рериха, выставка работ оригиналов картин, которые Николай Константинович специально для выставки подготовил. В 30-х годах развернулась широкая общественная деятельность Николая Константиновича за защиту культуры. Состоятся конференции общественные в 31-32-33 годах. В 35-м году Пакт Рериха был подписан 15 апреля 35-го года, ровно 89 лет назад. Историческая фотография – момент подписания Пакта Рериха. В Америке в присутствии Рузбельта подписывается Пакт Рериха 21-й страной американского континента. Для обозначения Пакта Рериха Николаем Константиновичем было предложено знамя мира или знамя культуры. На белом полотнище три круга в окружности, означающие связь времен прошлого, настоящего и будущего в круге вечности или в поле культуры у нас находится искусство, наука, философия. Знак триединства, который мы видим на знамени мира, Николай Константинович взял не случайно, потому что он прошел через всю мировую культуру. Его можно видеть на картинах древних мастеров, на старинных иконах, троица Рублева, тот же знак триединства. При раскопках найдены предметы времен неолита. Пакт Рериха был подписан накануне Второй мировой войны, и призыв Рериха «Мир через культуру» не всеми был услышан, поэтому нам пришлось испытать все ужасы войны. На выставке показаны фотографии времен Второй мировой войны, вернее Отечественной войны, и цветные фотографии – это уже современные разрушения. Следующий раздел наш – это наша картинная галерея. Нужно сказать, что Рерихам было написано за всю жизнь более семи тысяч полотен. Это и эскизы, и картины, и этюды. Пять картин, они начинают серию по пакту Рериха. Первая картина – портрет Николая Константиновича Рериха, работа младшего сына Святослава Николаевича на фоне гор Гималаев. Картина 12-го года «Меч мужества». Здесь изображен европейский город, замок, спит стража замка, не чувствуя военных надвигающихся событий, и пришел огненный ангел, принес меч, который нужен будет для обороны. Картина «Зарева» посвящена Бельгии 14-го года и 31-го. Повержен герб Бельгии. И на архивных фотографиях этот момент тоже запечатлел. София «Премудрость» в огненных облаках – фигура Софии. В руках ее развернутое знамя мира, на голове ей солнечный диск, и сама она, как посланница солнца, пролетает над мировым городом культуры, которые заключены в московскую крепость. Картина «Короны». На безлюдном берегу скрестились в бою три фигуры королей и в виде облаков улетающие от них три короны. Николай Константинович позднее напишет, что смысл станет ясен, когда с мировой арены после Октябрьской социалистической революции ушли три династии – Романовы, Габсбурги, Гогенцолерны. Короны улетают, чтобы не вернуться на головы королей. И наступает новая эпоха. Следующая серия – это русская тематика, посвящена Сергию Радонежскому. «Земля славянская» написана в 43-м году, когда ревихи живут в Индии, и Николай Константинович предвидит победу советского народа в Великой Отечественной войне. Следующая картина «Силы небесные с нами невидимо служат» или «Пасхальная ночь». Непрерывный людской поток с горящими свечами выходит из храма, это наш земной план. И космос отвечает яркими звездами, здесь слияние земного и космического. «Странник Светлого Града». На Руси одни из видов подвижничества – это было страничество, искали заповедованную страну. На Руси знают, это Беловодье, на Востоке – это легендарная страна Шамбала. Сергий – строитель, Сергий строит Троицкую обитель. И мы открываем врата. Ранним утром монах открывает тяжелые двери монастыря, чтобы каждый мог пройти через эти святые врата в мир духа, в мир культуры. Здесь план земной, нижний и высший план, там, где часовня Сергия. На берегу Северной Двины Прокопий провожает далекое плавание неведомых ему людей. Прокопий был немецкий купец, и он оставил свою деятельность и вступил на путь служения Христу. Здесь смысл как знаки человеколюбия. Книга «Голубинная» написана по русским духовным стихам о том, что во время грозы на площадь упала большая книга, и много народу пришло узнать, что же в ней содержится. Здесь содержатся сокровенные знания о наступлении новой эпохи. Следующая картина. И мы трудимся. Трое монахов вышли к источнику воды, чтобы зачерпнуть эти духовные знания, к источнику знаний и принести своим братьям монастырь. Сам вышел. Картина тоже посвящена Сергию Радонежскому. В глубоком почитании монахи встретили узнаваемый образ Сергия. Здесь три плана – земной, средний и высший. Сергию выступает как посредник между земным и высшим. А две картины у нас посвящены знаку триединства. Это Монголия. Это высеченные знаки триединства на скалах Монголии. Знак триединства – древнейший знак, который рерихи встретили на своем пути, будучи в Манчжурской экспедиции и Центрально-Азиатской. И завершает нашу картинную галерею картина, которая называется «Святой Сергий Радонежский». В руках Сергия храм, как образ России. Троица Сергиевая лавра, гора Маковец, на котором находится лавра, и войско Дмитрия Донского. И мы знаем, что именно Сергий провожал на бой на Куликово поле войско Дмитрия Донского. Благословил его, дал двух иноков с напутствием. Победишь! Международный центр рерихов создан по инициативе младшего сына рерихов Святослава Николаевича. В 1990 году из Индии он передает бесценное наследие в Москву для организации центра музея Николая Рериха. Залы музея. Зал знамени мира. Зал Центрально-Азиатской экспедиции. Петербургский зал. Наша выставка работает со 2 июля по 27 июля. Пожалуйста, приходите на выставку. После 12 июля будут экскурсии.